Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас в Доме знаний. Тема нашего вебинара – Жан-Батист Мольер, великий комедиограф эпохи классицизма. Жан-Батист Поклен, вошедший в литературу под именем Мольер, французский актер и драматург, один из величайших комедиографов мировой литературы. История жизни Мольера – это история его театра. Театром был рожден его юношеский бунт против отца, почтенного буржуа. Театру он был обязан своими первыми неудачами и своими первыми успехами. Театр дал ему лучших друзей, учеников, жену, принес величайшее счастье его творчества. И травля, которой Мольер подвергался всю свою жизнь и особенно в последние годы жизни, была связана с борьбой за драматический театр, за пьесы, полные из зрительного и умного, уничтожающего смеха над пороками общества. Даже смерть и та настигла его на сцене. Давайте по книге Михаила Булгакова «Жизнь господина де Мольера» ознакомимся с биографией Мольера. Итак, 13-го примерно января 1622 года в Париже господина Жанна Батиста Поклена и его супруги Марии Поклен-Кресе появился хилый первенец. 15-го января его окрестили в церкви святого Евстафия и назвали в честь отца Жанна Батиста. Соседи поздравляли Поклена и в цехе обойщиков стало известно, что родился на свет еще один обойщик и торговец мебелью. Мать мальчика скончалась, когда ему едва исполнилось 10 лет, и отец определил сына в престижный колледж, где Жанн Батист прилежно изучал латынь, классическую литературу, философию и естественные науки. Достойно выдержав эксамент, юный Поклен получил диплом преподавателя с правом читать лекции. К тому времени отец уже подготовил место обойщика в Королевском дворце, однако Жанн Батисту не суждено было стать ни преподавателем, ни обойщиком. Судьба приготовила ему гораздо более интересную участь. Впрочем, совсем не о театральной карьере для своего первенца мечтал отец Жана, королевский обойщик Жанн Поклен, а мальчик часами простаивал перед сценой уличного театра, наслаждаясь игрой бродячих комедиантов. Воспользовавшись своей долей из материнского наследства, Жанн Батист начал совершенно новую жизнь. Его манили театральные подмостки и возможность играть трагические роли. В возрасте 21 года Жанн Батист возглавил небольшой театр под названием «Блистатели». Без колебаний избрал он роль актера и по требованию разгневанного отца был вынужден сменить свою фамилию. Так Жанн Батист Поклен стал артистом-мольером. Актерам не оставалось ничего другого, как выступать в провинции. Проведя в скитаниях 13 лет, Жанн Батист не изменил своего желания служить театру. Театр мольера страдал от недостатка пьес. И тогда он стал писать сам. Сначала это была необходимость, потом цель и смысл его жизни. Путь избраны навсегда. Он успел написать множество пьес, чем значительно разнообразил репертуар своей труппы. Среди его ранних произведений были такие, как «Ревность», «Барбулье», «Летающий лекарь», «Три доктора» и другие. Работа в провинции не только раскрыла в мольере талант сценариста, но и заставила его кардинально сменить актерское амплуа. Видя большую заинтересованность публики в комедиях и фарсах, Жанн Батист решил переквалифицироваться из трагика-комика. «Он был актером с головы до ног», – писал современник. «Одним шагом, улыбкой, взглядом, кивком головы он сообщал больше, чем величайший говорун в свете». Благодаря комедийным пьесам Альера труппа быстро добилась славы признания. И в 1658 году по приглашению брата короля оказалась в Париже. Актерам выпала невиданная честь – поступать в лувре в присутствии самого Людовика XIV. Уже в ранней комедии «Смешные жеманицы» – в этой комедии были элементы народного представления, такие как переодевание, палочные удары и тому подобное – Альер уже дерзко выяснил вычурные манеры и тон парижских аристократических салонов. Начало триумфа драматурга стало и началом его травли со стороны дведворной знати, конечно же. Но Альер не отступил. Он пишет острые поучительные комедии, такие как «Школа жен» и «Школа мужей», в которых затягивают вопросы любви, брака, положения женщины в буржуазной семье, сцены мнимой покорности из комедии «Школа жен» и «Школа мужей». В 1664 году Мольер создает одно из лучших своих творений – комедию «Тартюф». Вольтер считал это произведение шедевром. Пушкин видел в нем проявление высшей смелости поэта. Иного мнения были сами Тартюфы. Постановку пьесы последовательно запрещали и король, и парламент, и архиепископ. «Тартюф – это воплощение лицемерия, предательства, распутства. Оригиналы добились запрещения копии», – писал арматург. «Да, брат мой, я злодей, я гад, поношение света, несчастная душа, погрязшая во зле», – признается сам Тартюф, но ничуть в этом не раскаивается. Еще не снят запрет Тартюфа, а со сцены звучат обличительные монологи смельчака Дон Жуана. «В наше время, – говорит он, – лицемерие имеет громадное преимущество. Благодаря этому искусству обман всегда в почете». Запрещен Дон Жуан, а на театральных подмостках честный и благородный альцесс в мизантропе бросает в лицо светскому обществу. «Лишь посмотри кругом, как родственской живет, везде предательства, измены, плутни, лживость, посюду гнусная царит несправедливость». Великий драматург был яростным врагом стяжательства, алчности и страсти к золоту, уродующих все человеческое в человеке. Наиболее полное выражение эта тема нашла в комедии «Скупой». Скряк Горпагон уверен, что на свое золото он может купить все, даже любовь молодой Марианы. Но с неизменной симпатией также рисовал мольер и простых людей, господских слуг, крестьян и горожан, подчеркивая их ум, доброту, находчивость и жизнерадостность. Не потому ли так популярна вот уже почти четыре столетия комедия про делки Скопена? Буало считал, что мольер сумел бы победить всех авторов других, когда б уродцев он не рисовал по ролям. Картина в фойе театра «Камеди Францесс» – мольер, созерцающий созданные им типы. Те, кого Буало презрительно и виновал уродцами, были любимыми персонажами мольера. Маскари – смешные жеманницы, Созии из Амфитриона, Сгонорель – векарь по неволе. Народное начало получило отражение и в языке этих героев – живом, выразительном, сочном. Послушайте слова Жака. Умирающего едва его донесли до дома в том же самом кресле, в котором только что на сцене сидел орган. По приказу архиепископа французского его похоронили ночью за оградой кладбища из-за того, что он умер без церковного покаяния. Даже мертвого его боялись Тартьюфы и Гарпагоны, Журдены и Пурсаньяки. «Но творец Тартьюфа не может быть забыт», – писал Виссарион Беленский. Итак, ребята, наш вебинар подошел к концу. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok